Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых свежих и актуальных новостях. Поехали! И перед тем, как я начну рассказывать о самых актуальных новостях сегодняшнего дня, я прошу вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании и в первом закрепленном комментарии. Ну и первая новость, о которой я вам расскажу, это позитивная новость. Как я вам и говорил, белорусы продолжают прорабатывать стачки и забастовки. И в ближайшее время вы обязательно увидите, как у Лукашенко трясутся ноги и он не понимает, что происходит. В стачку люди продолжают вступать. И в этот раз учите! В связи с нарастающим давлением на моего супруга, на меня со стороны властей, я, Прилузская Инна Михайловна, педагогический сотрудник средней школы номер 5 города Солеборска. Присоединяюсь к общенациональной стачке с 23 августа 2021 года. Присоединяюсь также к требованиям стачкома за соблюдение Конституции, за освобождение всех политзаключенных и за свободные новые справедливые выборы. Это прекрасная новость. Ну и с 1 сентября в школах ведутся не только военно-патриотические классы, но и духовно-патриотические. И тут уже даже система разработана. Ну важно даже не это. В общем-то, патриотические военные, патриотические духовные. И что-то мне подсказывает, что в военном, что в духовном будут рассказывать о том, что Солнце Лики, самый прекрасный и бессмертный лидер Синепалы, в общем-то и есть патриотизм белорусского народа. Почему-то они считают, что эта незаконная власть равно страна. Почему они считают, что когда я лично, допустим, я высказываюсь негативно в отношении Синепалого деда и всей этой системы, я каким-то образом перестаю быть патриотом своей страны. Страну я люблю. Я люблю людей, которые живут в этой стране. Я обожаю свой город и свою землю. Но ненавижу власть нечестную, прогнившую, коррупционную и та, которая издевается над моим белорусским народом. И почему-то я становлюсь при таком раскладе не патриотом. Вам не кажется, что эта система неправильно работает? Вам не кажется, что наших детей не совсем правильно учат? Что думаете вы по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях. Давайте обсудим данную тему. В 21 веке в светском государстве наших детей будут учить патриотизму попы и батюшки. Как вам такое? Каждый человек, гражданин нашего Отечества, имеет право на какую-то свою позицию. Но мы должны понимать, когда и как выразить свою позицию. Ну и в следующем видео прекрасно все. От того, как приятно, в общем-то, смотреть на то, что парень уехал, до того момента, как это происходило. Парень убегал на самокате от гаишников, которые не могли его споймать. И что-то мне подсказывает, что данная ситуация очень хорошо олицетворяет всю лукашенковскую систему. Примерно так она и пытается бегать за белорусским народом и даже за улучшением экономики. Вот примерно так все это и работает. И я сейчас вполне серьезно. Парень убегал на самокате от гаишников. Парень убегал на самокате от гаишников. Даже незаконные власти комментируют, что в белорусские вузы конкретно огромный недобор. Они пытаются как-то лавировать эти цифры, объяснять белорусскому народу, что не все так плохо, цифра большая, но она станет меньше. Ну, вы понимаете о чем. Тут все довольно просто. Никто не хочет идти в университет или школу, чтобы вас обучали в военно-патриотическом классе или в духовно-патриотическом, где вам будут по 24 часа втирать какую-то дичь о том, что вам в жизни не пригодится. Никто не хочет, чтобы его детей обучали войне в мирное время в мирной стране в центре Европы в 21 веке. Каждый хочет для своего ребенка развития. Каждый хочет, чтобы его ребенок получил адекватное нормальное образование, не промытые мозги, а образование. И чтобы ребенок, в общем-то, смог чего-то добиться в этой жизни. Ну, а если тебя будут духовно-патриотическим воспитанием воспитывать и военно-патриотическим, то я думаю, что с ребенка ничего хорошего не получится. Ну, будет только комоновец ходить, что не в системе их ненавидят, считают безголовыми ублюдками, что белорусский народ их ненавидит, а они ходят. Представители ЭКАО прибыли в Минск для расследования ситуации с самолетом Ryanair. Помните, как-то я говорил о том, когда пропал, в общем-то, тот самый оператор, который разговаривал с летчиками самолета. Пропал бесследно. Я заявил о том, что когда придет время, Синепал и Дед скажут, приходите, расследуйте, ищите, разбирайтесь, вот вам все двери открыты. И я оказался прав. Представители прибыли, но ключевого звена, в общем-то, нет. Поэтому, чтобы они там не расследовали, концы уже давным-давно в воде. Где этот самый оператор, в земле, или на другом конце света, нам неизвестно. Но факт остается фактом. Диктатор пользуется старыми методами. Устранить. Ну и отчет они хотят подготовить до ноября. Для меня лично тут все понятно. Синий старый дед посадил самолет для демонстрации своих возможностей и силы. Его же прикарманные СМИ и блогеры заявляют о том, что это он достал и Протасевича, и Шишова. Тем самым подтверждая эти самые преступления. Какие вам еще нужны доказательства? Не так ли написано в законе, что если что-то появляется в средствах массовой информации, является законом? Ну, знаете, чтобы закон вступил в силу, его нужно напечатать в газете и рассказать о нем в СМИ. Ну, похожая ситуация. Если в СМИ говорят о том, что он схватил Протасевича, нашелся, поймал, и он добрался до Шишова, не кажется ли вам, что это прямое признание его вины? Что думаете вы по этому поводу? Напишите свое мнение в комментарии. Синепалый диктатор очень сильно боится за свою жизнь, здоровье и безопасность. Буквально вчера он встретился с Шахраевым, главой службы безопасности этого самого диктатора. Они обсудили новые рокировки, перестановки силовых органов для его безопасности, ну и обсуждали что-то, о чем, в принципе, и говорить не стоит. Важно понимать, что диктатор продолжает устраивать рокировки, потому что он реально опасается. Опасается за свою жизнь. И это не напрасно. Он так сильно напрягает Европу, он так сильно напрягает белорусский народ, он так сильно мешает той же самой России, что не исключено, что ему есть чего бояться. Ну, мы же все прекрасно знаем, что у любого белоруса, как только появится возможность, никто не упустит этот самый шанс. Да и, в общем-то, он сделал столько всего, за что придется отвечать, что бояться ему реально есть что. И тут, в общем-то, пять причин. Экономическая причина. Политическая причина. Психологическая причина. Ну, и натуральная причина. То есть, самостоятельная смерть. Знаете, когда смерть приходит, говорят, что собаки чувствуют ее. Так и с синепалым дедом. Помните, я рассказывал о том, что на МТЗ предлагают работникам, которые там работают, привезти раба за 100 рублей. Но условия, в общем-то, были очень интересны. Чтобы вы получили эти самые 100 рублей, нужно, чтобы тот самый работник без взысканий и каких-либо нареканий отработал год. И тогда вы начислят эти самые 100 рублей. Если будут нарекания, то договор вы не исполнили и идете вы лесом. Ну, вы понимаете, что ни копейки вы, естественно, не получите. Ну, ты работай, дурачок, мы дадим тебе значок. Ну, и такая же ситуация происходит в магазине Санта. Действует акция. Приведи раба, получи нихрена. Ну, там говорится про 100 рублей, но суть, в общем-то, не меняется. Вы понимаете, что никто ничего не получит. Даже тут пытаются обмануть белорусский народ. Ну, просто дичь. Тут даже говорить больше не о чем. МНС заявила о том, что отмена льготной ставки для ПВТ помогло привлечь в бюджет 130 миллионов рублей. И тут очень важный и ключевой момент, что этот самый МНС не говорит о том, какой объем финансов они потеряли из-за оттока айтишников и компаний, которые, в общем-то, ретировались с нашей с вами страны из-за того, что у нас ни закона, ни здравого смысла нет. Об этом они умалчивают. Но это то же самое, как и синепалый диктатор рассказывал про великолепный рост ВВП в то время, когда он брал кредит у России. Ну, это похожая ситуация. Говорим только о том, о чем можно говорить. Ну, вы получили 100 рублей вместо 10 миллиардов? Ну, похвалитесь, скажите, вот 100 рублей у меня есть. Смотрите, какой я молодец. В общем-то, смех и только вызывает высказывания государственных незаконных органов. Ну, и новость про банки. Ну, точнее, о банках, про банки. В общем-то, суть не меняется никак. Помните, я рассказывал о том, что банки собирают разрешение на распространение ваших личных данных? Они требовали подписать какие-то документы, чтобы ваши личные данные можно было передавать третьим лицам. Так вот, сейчас банки начали конкретно заниматься репрессиями белорусского народа. Точнее, не так. Репрессиями собственных клиентов. В общем-то, лучшего самострела я, в принципе, никогда и не видел. Бизнесмены, которые умудрились себе в затылок выстрелить. Гениально. Так вот, у НАУ появился документ, который гласит о том, что банки будут передавать Следственному комитету, МВД и КГБ личные данные своих клиентов. И за это можно сказать спасибо банку. Неизвестно, будет ли банк получателем преференции от этих всех действий. Но что-то мне подсказывает, что он точно будет пытаться остаться в плюсе. Каким образом, мне пока неизвестно. Если вы работник этого банка и также занимаетесь вот этой черной работой, расскажите нам. Мы оставим вас анонимным. В Беларуси так сильно вывозят белорусский лес, и так много его вывозят, что, в общем-то, в последнее время контрабанда белорусских сигарет уже даже не упаковывается в белорусскую древесину. Ну, они начали ее упаковывать в металлические стеллажи. В Польше пытались провести большую контрабанду сигарет в металлических стеллажах. Ну, чтобы вы понимали, дерево продолжают вывозить, не останавливаясь ни на минуту. Просто они поняли, что, в общем-то, это дороговато, когда вас ловят с древесиной. Ну, а с металлом и пойдет. Куда этот металл? Трактор не покупается, а двигатели не распространяются. В общем-то, металл в Беларуси без надобности. А древесину можно в Китае продать. Так, снимаем лесозаготовки. Хотимский район, Ана-Батаевская, Токлассничество или какое, я не знаю. Ой, какой ужас. Какой кошмар, ребята. Завтра что в лесу побудем? Посмотрим, что творится. Ого, это кошмар. Вот, видишь, что наша природа сделана. Объемы экспортных поставок в денежном выражении ежегодно растут. И на сегодняшний день составляют около 140 миллионов долларов США. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Это важно. Важно поддерживать политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Вы были на канале «Реальная Беларусь». И это были «Реальные новости». Пока. Друзья, я хочу отдельно поблагодарить спонсоров нашего канала. И отдельно поблагодарить человека, который стал спонсором «Реальной Беларуси». Огромное спасибо за поддержку канала. Огромное спасибо за донаты нашего канала. Но, друзья, помните, наш канал работает для победы над диктаторским режимом Лукашенко. Это очень важно. Оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте палец вверх и помогайте развитию нашего канала. Вместе мы обязательно победим.